Продолжение следует... И был, конечно, осужден врагами истины, которые обвинили его в том, что он подрывает устои государства и всех взглядов. И привели они его к римскому правителю Понтию Пилату. И они сказали, что он называет себя царем, этот Иисус называет себя царем. А Иисус молчал. Он знал, что все эти судьи недобросовестные или подкупленные, или заранее решившие погубить его. Тогда правитель спросил его, ты царь? И он сказал, да, я царь. Почему так сказал Господь Иисус? Потому что в нем явился царь вселенной. Тот, чьей силой вращаются все звезды, все светила. И он стал одним из нас, человеком. Настоящим человеком. Не призраком, а настоящим живым человеком. Смертным человеком, который страдал и мог умереть. И он сказал, я царь. И прибавил. Но мое царство не из этого мира. И я родился, мир, и пришел на землю для того, чтобы свидетельствовать об истине. А Пилат усмехнулся. Что такое истина? Уверенный, что истины не существует. И вот когда откроете Литиковскую галерею, вы туда пойдете и увидите там картину художника Николая Николаевича Гея. Она называется картиной. Что есть истина? Стоит Иисус Христос. Христос значит царь по греческому. Царь по маслу. Христос стоит в одежде узника. Видно, что его пытали и били. Он стоит твердый, смотрит на Пилат. А Пилат в своей белой тоге римских спрашивает, что такое истина? Но Христос уже не ответил. Потому что истина это был Он Сам. И многие говорили, а почему же Он добровольно пострадал? Почему Он не мог заставить Пилата испугаться, отступить? Потому что, живя с нами, с людьми, Творец невольно должен был страдать от нашего несовершенства. Им приходилось выбирать, либо быть с нами и помочь нам, и страдать. Либо не страдать, но тогда уйти от нас далеко-далеко в глубину своей святыни. И Он остался с нами. И тут же была Его мать и несколько женщин, которые поддерживали Ее подруги. Она знала, ей было предсказано, что Он будет царем. Но она не думала, что это кончится так страшно, что вместо трона царского его повели на позорное место, на скамью подсудимых, как теперь говорят. И в конце концов, под давлением членов Совета Пилат согласился предать его казнь. И Христа бечевали, бечали солдаты, насмеялись над Ним, набросив Ему на плащ, плащ свой красный солдатский на плечи, и сделали Ему корону из колючих, терновый венец. И эта корона впилась Ему в голову, и кровь текла по лбу. И Он молчал. И приговаренный Он пошел на место, которое называлось Лобли. За воротами выходил старое каменоломня с высоким каменистым холмом. И там были прибиты три столба. А осужденный нес на себе перекладину. Руки его были привязаны. Эта перекладина, тяжелое бревно, сгибала ему спину. А с ним шли еще два человека. Два мятежника. Два осужденных на крест. И креста пригвоздили в центре, а по бокам двух разбойников. И над ним сделали надпись «Царь Иудейский». Когда вы видите старинное изображение крестов, вы иногда видите, что они бывают восьмиконечные. Вот верхняя перекладина обозначает вот эту надпись «Иисус Христос», «Иисус Назаряне», «Царь Иудейский». А нижняя означает «подставку для ног». Две ноги накладывались часто одна на другую и огромным гвоздем вбивали. Это не легенда, это правда и истина. Археологи недавно нашли там, в Иерусалиме, дробь одного человека, которого казнили через раз пять. И эти гвозди прямо и остались у него в костях. Вот это была самая варварская, жестокая казнь, которую только люди могли придумать. И вот в терновом венце вместо короны привитый гвоздями к Христу, Христос над миром. А тут люди стоят. Одни жестокие, смотрят равнодушно, другие посмеиваются, говорят, вот он себя выдавал за Сына Божий. А третий думает, может, он покажет сейчас какое-нибудь чудо. Он же мог исцелять болезни и проявлял удивительные чудеса. А тут вдруг все кончилось. Как будто бы он лишился всякой сверхъестественной силы. И вот мать его стояла у Христа. Вот об этом-то и говорят многие поэты, художники, музыканты. И Става Змартер, старинный, средневековый гимн, это об этом. Как стояла мать, видя свое дитя, своего возлюбленного учителя и Бога. Он был перед ней. И он умирал. И умирал молодым. Ему было за тридцать только. Умирал, казалось бы, не сделав того, что может сделать человек. Потому что у него была кучка рыбаков всего лишь его учеников. Был такой учитель в Древней Греции. Сократ, мудрец. Мудрец замечательный. Он жил за 400 лет до рождения Христа. И по приговору суда его казнили. Приговоры демократического суда путем голосования. Не хватило нескольких голосов. И его казнили. Но Сократ умер мирно, без боли. Он выпил яд. Цикуту. Он был уже старик. Он был окружен друзьями. Он сидел спокойно, беседуясь с ними. Последний день. Но не так умер Христос, как Сократ. И вот вы, педагоги, наверное, слышали имя Жан-Жак Руссо, французского писателя. Автор знаменитой книги «Эмиль или о воспитании». Очень интересная книга. Очень полезная. Она у нас перезаривалась уже в советское время несколько раз. И вот там есть одно место, когда автор говорит о том, что Сократ умер как герой и мудрец. Спокойно. Но Христос умер как Бог, страдающий за мир. Он ничего от себя не отклонил.